Однажды один из моих студентов, клиентов спросил, а вот что делать, как успевать, как угнаться за своими желаниями и мечтами. И я подумала такую вещь. В действительности получается, что человек может быть в двух крайних состояниях. Одна крайность заключается в том, что есть люди, у которых возможности гораздо больше, чем желаний. Честно говоря, они мучаются. Кстати, вот когда у человека возможности больше, чем желаний, действительно желаний и мечтей, то это та причина, почему многие начинают принимать наркотики или пить и так далее. А вторая крайность другая, это когда наоборот. Желаний немерено, а возможности не хватает. Здесь чаще всего заканчивается каким-нибудь криминалом. Потому что когда желаний много, а возможностей не хватает, человек пытается удовлетворить свои желания за счет того, что у кого-то что-то забрать. И та, и другая крайность нас не интересует. Я хочу донести до вас идею о том, что вам нужно понимать, что желания должны расти и должны расти возможности. И они должны идти параллельно. Потому что если у вас возможности без желаний, то вы начинаете возможности обрывать. А если у вас желания без возможностей, то вы начинаете искать всякие разные неоптимальные способы удовлетворения этих желаний. Поэтому помните о том, что вы живете, вы растете, вы развиваетесь, вы становитесь старше. И это означает, что ваше желание тоже становится старше. И если в детстве, когда ты хотел машинку, тебе достаточно было машинку, чтобы ее в руках подержать и повозить по полу, то когда ты становишься старше, машинка должна быть все больше, больше и больше, круче, круче и круче и так далее. И она превращается уже в некий инструмент. И я могу вам сказать, что когда человек не понимает этой особенности, что желания тоже взрослеют вместе с тобой, то люди начинают цепляться за предметы и делать их слишком важными. Например, для многих людей автомобиль, это как родная, любимая игрушка, которая для многих важнее семьи, друзей и всего остального. Может быть, вы таких людей знаете, замечали, я точно их знаю. Поэтому смотрите сами вперед и как бы предваряйте эту ситуацию. То есть выращивайте ваше желание в соответствии с вашим возрастом. Я рекомендую использовать упражнение, мы его на тренинге по управлению временем делаем постоянно. Упражнение называется график жизни, когда человек выстраивает свою жизнь с точки зрения возраста и потом смотрит в какой момент, в каком возрасте, какие вещи ему, наверное, захочется. И когда вы так смотрите на вашу жизнь, то вы начинаете этим управлять, вы берете это под контроль. И вас уже желания не пугают, и у вас появляется время для того, чтобы подготовить ваши возможности под эти желания. Итак, основной вывод, который я хочу сейчас сделать. Желания и возможности должны расти параллельно, и те, и другие должны развиваться. Вы должны это видеть, вы должны это отслеживать и выстраивать свою жизнь таким образом, чтобы это действительно двигалось по восходящей. А иначе оно будет вас зажимать, подавлять, мучить. Договорились? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok